Приветствую, любители Москвы! Вы смотрите передачу Москва-железнодорожная, которая выходит каждый первый и третий четверг месяца. Ну и сегодня у нас как раз первый четверг и передача на своем месте. Ну и вот вышла статистика, посвященная третьим и четвертым диаметрам конкретно. И статистика говорит о том, что вот, допустим, за прошедший месяц-два количество поездок на третьем диаметре выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, когда еще не было. То есть этих диаметров, да, они же открылись только осенью прошлого года, третий, четвертый, а, соответственно, весной, естественно, их не было. Ну так вот, и вот если взять, допустим, сколько пользовались этими направлениями, по которым сейчас проходят диаметры в прошлом году, весной прошлого года и, соответственно, весной этого года, то на третьем диаметре количество поездок выросло на 25%, то есть на четверть, ну а на четвертом диаметре на 30%, ну то есть практически на одну треть. Ну и, конечно же, все это. Да, ну и если взять количество поездок именно внутри Москвы, то есть не выходя за пределы Москвы, да, то с момента запуска и тут еще больше прирост идет, да, то есть внутри Москвы стали пользы с диаметрами, значит, вот когда их соединили на 50% больше третьим диаметром, а на четвертом на 60%. То есть, видите, это все такой большой идет прирост. Не знаю, насколько можно верить этим цифрам, роста популярности этих диаметров, ну, вот такие цифры. Насколько они правдивы, либо лукавы, естественно, сказать сложно, вот, потому что понятно, что какую-то более подробную выкладку не дают, то есть просто дают такие сухие цифры, но как-то все это проверить, наверное, сложно. Ну, я скажу, что вот чисто визуально я увеличения не заметил, то есть вот я, допустим, вот я же каждый год езжу на разных направлениях, да, в общем-то, вне пиковое время, то, в принципе, как были полупустые вагоны, так они, в принципе, и есть. Ну, а в пиковое время там, да, там как были огромные толпы людей, которые, соответственно, идут в метро, и наоборот из метро, электричка едет в Москву, конечно, в основном, ну, так они, в принципе, и остались, по большому счету. Единственное, конечно, что тут следует, конечно, безусловно отметить, да, и, сказать, положительного, это то, что, безусловно, уменьшил значительное количество интервалов. Ну, мы не говорим о сбоях, которые, к сожалению, регулярно происходят, тоже и на третьем диаметре, и отмены бывают, и просто какие-то там тут недавно контактная сеть там, что-то с ней случилось и так далее. Это все тоже, конечно, бывает, но если, скажем так, мы это брать не будем, все эти сбои, то, в принципе, да, интервалы, конечно, значительно уменьшились, и, в принципе, где-то в районе там 8-10 минут составляют между электричками. Ну, иногда чуть побольше там, выходные дни, например, там, да. Но в целом, да, это, конечно, довольно-таки удобно. То есть, вот это вот такое движение достаточно, так сказать, ну, скажем так, низкоинтервальное, да, то есть вот это, оно, конечно, довольно приятное. Но в то же время я должен сказать, что есть тут и побочная сторона, наверное, вот этого вот такого малоинтервального движения, она заключается в том, что электрички очень долго стоят на платформах на многих. То есть, вот, допустим, вот приедет электричка, например, на печатнике, на платформу, скажем, печатнике, и вот она может там стоять 2-3 минуты, да, то есть никак не может отправиться. То есть, на мой взгляд, раньше электрички ездили побыстрее. То есть, с одной стороны, вроде бы интервалы сократились, да, они сейчас небольшие, но, с другой стороны, как бы обратной, может быть, стороной вот этого сокращения интервалов является то, что они стали медленнее ездить. Если еще на перегонах там туда и сюда как-то они, да и то помедленнее, то вот на многих платформах они довольно долго стоят. То есть, надо бы быстрее, буквально, приехал, там электричка там 30 секунд, да, обычно дается, да, на вход-выход, ну и все, и поехал. А тут бывает, соответственно, стоит прямо на одной платформе, стоит на другой, то есть, как будто что-то выжидает, как будто что-то выдерживает. Вот, так что вот так вот. Ну, а так, в принципе, вот я считаю, это самое главное. Что же касается именно вот удобства перемещений между направлениями, ну, это очень спорно. Ну, я, например, практически не пользуюсь этими диаметрами. Живя в Москве, мне как-то они... Если и пользуюсь, то только редко и больше для таких, знаете, познавательных целей, ну, не с какими-то там, допустим, деловыми поездками и так далее. Исказываем так, четвертый диаметр, он вообще, я его много раз нелестные слова о нем высказывал, он на соединительная ветка, там быстрее на метро доедешь, чем пока ты вот будешь кружить через белорусское направление, там Алексеевскую ветку, переход потом на Курское. О, это все очень долго, и пока все эти, что он будет везде там стоять, на Курском вокзале, там и так далее. Ну, в общем, все это довольно долго, поэтому на самом деле быстрее на метро доедешь, на самом деле. Поэтому как-то не пользуюсь я. Ну, третий диаметр еще, конечно, получше, там, да, более такой удобный переход идет между Ленинградским и Казанским направлениями, какой-то такой, ну вот. Хотя тоже, конечно, довольно долго плетется эта электричка между Останкино и Электрозаводской, останавливается тоже часто в пути, вот, или еле тащится, ну, может это связано отчасти со стройкой новой платформы Митькова, не знаю. Ну, во всяком случае, тоже далеко, скажем так, не все прям идеально, и как бы хотелось видеть. Вот, ну вот, скажем так, вот такая вот статистика. Далее, еще что я бы хотел сказать, что, значит, тут на праздники, ну, где-то до 12 мая ожидается отмена некоторых электричек на Савеловском и Белорусском направлениях. Ну, в Савеловском направлении там работы на станции Марк идут, меняя стрелочные переводы, поэтому там некоторые могут быть проблемы. Вот, понятное дело, что сокращение там трафика будет, наверное, да, отмены. Ну, а, соответственно, что касается Белорусского направления, там, я так понимаю, строится сейчас новый мост, я уже говорил об этом, да, между Беговой и Тестовской, это грузовой будет мост, на мельничный комбинат номер 3, который находится вот на 4 магистральной улице, там в промзоне магистральной улицы. Ну, и видим, там сейчас вот тоже идут вот эти работы. возводят пока опоры этого моста, ну, и из-за этого тоже там определенные изменения в расписании тоже будет. Ну, и продолжается строительство нового транспортно-пересадочного узла на Царицыно. Сейчас, в принципе, еще, наверное, долго будет все продолжаться. Вот, все это, видите, новые будут строиться павильоны, новые переходы подземные через все пути, я уже говорил об этом много раз, вот, рядом с метро Царицыно, так называемый транспортно-пересадочный узел. Ну, почему так называемый? Потому что я его, в принципе, не считаю никаким транспортно-пересадочным узлом, он здесь совершенно не нужен. Вспомните, как было хорошо, когда было без вот этих всех ужасно каких-то дурацких вот этих всех навесов каких-то, разных там павильонов, турникетов, как было легко и приятно. Выходишь, как говорится, из электрички сразу попадаешь на Каспийскую, либо через мост, если так сказать что. Ну, там тоже не так сложно было перейти, все, и тут же рядом метро, так что все было довольно легко и удобно. А вся вот это вот нагромождение разных конструкций, оно будет вести только лишь к усложнению передвижения, потому что вот эти все сжатые пространства, они будут только создавать лишние очереди на всех участках, то есть на входе, ну, везде, то есть на всех участках, куда бы ты ни пошел, будь то мост, там, будь то какой-нибудь туннель, будь то какой-нибудь турникет и так далее. Все это будут сплошные вот эти вот какие-то громоздкие конструкции, стенки, от стенки до стенки, да, то есть передвижение будет проходить в таком довольно усложненном режиме, вот, так сказать, друг на друга, и, в общем, в итоге это ничего не облегчит, потому что почему-то считается, что это все облегчит, как-то, скажем так, перенаправит потоки, да, людские, но на самом деле это никакие людские потоки не перенаправит, потому что, понимаете, сколько тут людей приезжает, они все равно никуда не денутся, да, и они и так, в принципе, и до этого перенаправлялись, потому что одни выходили с одного выхода, другие с другого, третьи с третьего, поэтому, в принципе, зачем еще, куда еще перенаправлять потоки-то, вот. Но, знаете, самая штука заключается в том, что, во-первых, это все, да, усложняет передвижение, потому что все эти, там, запутаешься во всех этих вещах быстрее, да, ну, вспоминайте, да, Нижегородскую, насколько там сложно ориентироваться. Ну, вот, здесь примерно так же будет. Это все сложно. А, во-вторых, самое главное, понимаете, все вот эти люди, они пойдут куда? В метро. В метро. А метро, оно как было, так оно и останется. Оно другим не будет. И платформа метро от этого не вырастет. И вагоны в метро от этого больше не станет. То есть, как было вот вагоны в метро, так и останется. И вы можете что угодно тут городить, какие угодно конструкции, да, но все равно люди будут спускаться в метро, и все равно пропускная способность метро, она как была, так она и останется. И она, в принципе, не может быть выше, потому что, ну, куда еще? Там и так уже электрические, эти самые, поезда метро, они следуют там буквально с интервалом там одну, полторы, ну, максимум две минуты. Ну, в часы пек вообще там буквально через минуту они есть. Ну, просто уже больше никак нельзя. Вот, поэтому все упрелся вот в это. И никуда ты от этого не денешься. Это надо настроить второе метро, какое-то параллельное метро, да. Ну, сами понимаете, что это все из области больше фантазии, конечно. Нет, ну, об этом, конечно, можешь фантазировать, но сами понимаете, что реальность, она, наверное, все-таки вряд ли позволит это сделать. Вот, ну, и в итоге все равно будут все скапливаться, и толку ничего... А вот это все нагромождения, они, соответственно, только лишь усложнят, на самом деле, в принципе, жизнь людям. Вот, а если мало того, а если здесь еще будут строить новые дома в окрестностях, а скорее всего так и будет, кстати говоря, потому что там же на Каспийской, вы же видите, там уже два дома строятся, один уже построили по реновации, второй строится, и там все пятиэтажки же будут сносить. Вот на Каспийской там вот даже сплошные пятиэтажки в основном, вот там все будут сносить. Ну, и здесь тоже частично снесут, тут, конечно, уже не пятиэтажки в основном, ну, вот один на Веселый там дом, на Товарищеской, на Товарищеской улице. Ну, на Веселый там тоже, но Веселый-то она подальше немножко, вот, но на Товарищеской там один дом, правда, но все равно. Но я боюсь, что здесь тоже могут домов понастроить каких-нибудь. Я уж не знаю, где там, но в принципе места-то есть, на самом деле могут дома построить. Вот, и в итоге, в общем, все это, если еще дома акции новые будут строить, ну, сами понимаете, еще хуже будет ситуация, то есть еще больше будет народу здесь. А метро одно, и автобусы одни, и Каспийская улица, она как была, так она и останется. И что толку? Ну, те же самые автобусы, та же самая улица. Ну, и зачем вот это все городить? Вот это для чего? На мой взгляд, только лишь усложнение жизни. А автостоянку ее уберут, которую здесь вот сделали, да, как хорошо, там сейчас вот машины стоят, ну, хоть как-то, ну, да, конечно, рынок был лучше, но уж хотя бы автостоянку. Ну, вместо нее, соответственно, вот построят здоровенный вот этот павильон, который только лишь просто место займет, а толку от него никакого не будет. Это только накопитель, где одни сплошные будут только пробки, и ничего, так сказать, толку полезного от него ожидать не следует. Ну, в итоге все это опять городят, вот это все делают, роют, строят, только лишь затруднение. Уже сейчас я вам показывал, да, как сложно пройти теперь к Царицыно. Ну, то есть, я имею в виду, здесь вот выход раньше был прям прямой, раз туда сразу. Вот сейчас здесь перекрыли, ну, люди, так сказать, вот там уже дорожки прям прорыли, соответственно, там пытаются как-то все это обойти, эти заборы. Ну, в общем, зачем вот это все нужно, да, то есть уже трудности. Машины вообще не могут под мостом уже проехать. Несколько месяцев уже перекрыли там движение, известно, когда они там теперь снова поедут. В общем, они сплошные, только трудности, которых будет с каждым, наверное, годом все больше и больше. До новых встреч.